Собраться за круглым столом для этих людей нечто большее, чем просто повод встретиться и пообщаться. Тем более накануне такой легендарной даты. Как обычно, не изменяя традициям, встреча этих людей протекала в теплой и дружеской атмосфере. Табу на скучные диалоги и выступления. Верный спутник брестского ветеранского актива. Тем более в такую праздничную дату. Для каждого из них она особенно означает, и встреча должна протекать атмосферно. Праздник защиты Отечества начался с 1918 года разгромом немцев под Сховом. Оттуда идет до сих пор слава от той Красной Гвардии, которая разгромила противника. Сначала на Ханхенголе японцев, они пытались нас там, потом на озере Хасан, потом мы вернулись и разгромили финнов в 1939-1940 году под Ленинградом в Выборге. И основная победа уже Красной Армии в войне в Гитлеровской Германии, где мы, то бишь Советский Союз, одержал великую победу на этим злейшим врагом не только Советского Союза, но и всей Европы. Сегодня на учете в Бреско-городской ветеранской организации состоит 215 участников Великой Отечественной войны. К сожалению, с каждым прожитым годом их становится все меньше, однако, несмотря на почтенный возраст, полные энтузиазма, они и сегодня ведут активный образ жизни, находя время и желание для главного – учить молодежь нравственным основам. Учим молодежь, не учим, а подсказываем, как надо любить Родину, как ее нужно защищать и как с ней обращаться в любое время поседневной жизни. Родина дается для человека один раз. Этот праздник был завоеван еще в 1918 году, 23 февраля. Ну, сначала развивался рабочей россиянской Красной армией, потом Красной армией и военно-морского флота, затем в последнее уже время Красной армией, авиации и морского флота. Ну, сейчас переименовали его, видите, по-другому. На протяжении без малого века название праздника менялось не один раз, однако трактовка по сей день остается одна. Это день мужчин, которые продолжают выполнять свой долг на верность Родине.